Добрый вечер. Сегодня мы смотрим грузинский фильм «Шлепые свидания». У нас в гостях режиссер Леван Кугуашвили. Здравствуйте, Леван. Здравствуйте. Посмотрел вашу картину с невиданным удовольствием, потому что в ней было одно достоинство, которое зачастую исчезает из текущего кинематографа – это интонация. То есть вот что-то такое очень трогательное, что мне напомнило и давние воспоминания о Тбилиси, где я не был больше 20 лет, и вот то, что особенно ценится вот в такой грузинской киношколе, я бы сказал. Хотя картина как бы очень индивидуальна при этом, но вот интонационно каким-то образом вы это, конечно, бы хватили. Поэтому у меня к вам такой вопрос – кто ваши кумиры, у кого вы учились и от кого вы отталкивались? Кумиры разные, но грузинское кино в основном, я бы, конечно, назову Йоселяни в грузинский период. И вообще тут, ну, так же Шенгелая, брата Шенгелая, «Голубые горы», вот такие картины такого, Михаил Кубахидзе, его короткометражки, то, что больше всего нравится. И вот такой грузинский неореализм, вот устранение Чхеидзе, Абуладзе, вот и в ранних картинах. Попытка в этом кино, вот «Слепых свиданиях» была именно как раз вот, вот то, что вы сказали, вот как-то сделать картину вот такой интонации. Это была какая-то вот цель. Потому что я вообще верю, что любую историю нужно все-таки немножко рассказать как с какой-то легкостью и с юмором. Даже вот это не только стиль, как будто стиль, только, конечно, грузинского кино, вообще, по-моему, стиль хорошего кино, для меня это кажется. И плюс он присущ органично вот грузинскому кино. Поэтому мне казалось, что вот в нашем поколении она немножко потерялась. Потому что, да, потому что в нашей картине, вот в моей картине, и картины моих, по-моему, нового поколения грузинских кинематографистов, которые пришли уже в 2000-е, да, они более тяжелые. И я не знаю, с чем связано, с жизнью, которая была трудной, или, может, с тем, что немножко мастерство тоже потерялось. Потому что я думаю, что мастерство как раз подразумевает собой. Вот такой рассказ. Я познакомился с женщиной на стадионе. С полькой? Нет, из горя. Зачем из горя? В Тбилиси мало женщин. Какая разница, откуда она? Большая разница. Ты тоже была из провинции, когда вышла замуж за папу? Разве плохо? Да, плохо. Мне пришлось ее всему учить. Это кто кого учил? Я тебя. Учил, как вести себя за столом. Да ладно. Как вилка есть. Без комментариев. Хватит. А что эта женщина делала на стадионе? Игру смотрела. Что? Она смотрела игру. Приехала из горя, чтобы посмотреть, как девочки играют в футбол? Она что, чокнутая? Вторая черта, которая меня заинтересовала, это то, что чувствуется симпатия к героям. То есть нет такого судилища над ними. То, что вы говорили о грузинском кино новейшего периода, там есть все-таки такая жесткая интонация. Она возникает от того, что люди делятся на правых и неправых. И по аналогии с американским кино, где это всегда очень четко делится. А в европейском кино все-таки, ну, какого-нибудь там Франсуа Трюфо, например, с одной стороны, и в грузинском кино с другой. Трагедия жизни состоит в том, что каждый по-своему прав. Намерено ли это было решение, либо просто вот так вот складывалось с работы на сценаре? Да, это, в принципе, было заложено в сценарий тоже, и подход. Я сценарий писал вместе с Борисом Фрумином, который был моим педагогом. После ВГИКа я учился в Нью-Йорке, в Нью-Йоркском университете, в магистратуре. И моим педагогом был Борис Фрумин, замечательный режиссер и замечательный педагог. И после школы, киношколы в Нью-Йорке мы стали вместе списать. Вот как раз вот это какие-то вещи, которые, наверное, больше от Бориса. То есть у всех своя правда, и жизнь, и судить, и это все. Наверное, и больше о том, что нас объединяет, чем разобщает. Потому что негатива и так очень много на экране. И найти какое-то оправдание всем, по-моему, да, в этом что-то есть. Ну, относительно вот учебы там в ВГИКе и в Нью-Йорке, большая разница по методике, по тому, как она организована? Для меня была бы большая разница. Я в ВГИКе учился, и, конечно, это был очень важный период в моей жизни. Это место, где я научился, наверное, любить профессию. Потому что это такое время, когда вот смотришь много фильмов, общаешься с многими людьми, которые также одержимы кино. И у нас был выдающийся, на мой взгляд, учитель и режиссор Марлен Хуцев, фильм, который с годами я больше и больше люблю и понимаю, по-моему. И который для меня один из важных режиссоров. Но там было время трудное, потому что мы не снимали. То есть конкретной работы с камерой у нас не было. То есть этого не хватало. То есть экономические трудности были. Да, в принципе, в Нью-Йорке была как раз все время практика. Все время практика. И плюс Борис Фрумин, у которого, по-моему, вообще уникальная система обучения. Я такого вообще не встречал. Потому что вот с первой лекции я начал, по-моему, если я начал разбираться в своей профессии, именно вот чисто вот как кинорежиссор, это как раз началось с лекции Бориса Фруминя. Потому что вот его, у него очень точное, допустим, определение по профессии, как что, что работает в сценарии, а потом, что работает в кадре. И плюс вот эта постоянная практика Нью-Йоркской, когда ты снимаешь все время, либо свою картину снимаешь, либо ты работаешь на чужой картине, как оператор или осветитель. И ты все время работаешь. И вот это вот два этих компонента. Потому что без педагогов все равно нереально это все сделать. Потому что только на практике это невозможно. Но только с педагогами без практики тоже. В Нью-Йорке как-то все сошлось. И вот у него очень повезло в этом смысле. Поэтому я считаю, что я вот то кино, которое я сейчас делаю, я начал делать в Нью-Йорке. Я так считаю. Я уговорил его поработать в школе. Он согласился из-за долгих отпусков. Зарплата маленькая, зато отпуска большие. И дети его любят. Что с тобой? Ничего. Может, еще воды? Что ты делаешь? Ирония, которая у вас там есть по отношению вот к почти каждому персонажу, это как бы жанровое решение или это скорее такое человеческое отношение к ней? Не знаю. Знаете, я просто чувствовал, что материал такой... Я делал картину о потерянном поколении. Потому что предыдущий фильм «Прогульщик» — это было то же самое. Это то, что когда я начал только работать с этим материалом, который можно назвать фильмом о потерянном поколении, это постсоветское поколение, которое не совсем смогло себя найти в новых реалиях. И много трагических историй. И я, как человек, который принадлежу к этому поколению, тоже это очень остро чувствовал. Потому что под этот пресс попали очень много моих друзей. И просто людей, которых я знал, которые, по-моему, были интересны. И как это больно, я хотел про них рассказать. И в следующей картине я хотел продолжить эту тематику, но сделать, в отличие от первой картины, более легкой, по манере повествования. То есть ни наркоманов, ни полицейских, коррумпированные. Обычные люди вроде бы. Но на них все равно печать этого потерянности стоит. Со всеми отсюда вытекающие последствия. А все равно, так как жизнь в Грузии, она всегда никогда не бывает. Только односторонние, тяжелые, там все равно отношения. Там семья, мама, разговоры. То есть для меня это все равно, со стороны, когда смотрят, это комедия. Но комедия, которая рассказывает о трагедии. – Человеческая комедия. – Да, поэтому как бы это само собой из этого вышло. Что вот как бы так и нужно рассказать. Потому что вот только тяжелую картину делать, мне было неинтересно. А вот показать, вот потому что я видел, что в этом комедия есть. В жизни, когда я наблюдаю за этими людьми, я эту комедию видел. И хотел, чтобы это было и в сценарии, и в фильме. Я вижу, что вам не хватает денег. Два вида рыбы – это лишнее. Хватит и одного. Плюс можно еще что-нибудь придумать. Дело, конечно, деликатное. Я посмотрел на гроб, когда вошел. И что? Дорогой гроб? Может, смените на гроб? Ну, подешевле? Да что ты несешь? Что за бред? Тогда давайте придумаем что-нибудь другое. Где поминки? В ресторане. Почем с человека? Двадцать лари. Двадцать лари? Плюс вино наше. Двадцать лари – ваше вино? Это слишком дорого. Сколько приглашенных? Двести пятьдесят. Двести пятьдесят? А во дворе нельзя расставить столы? У вас же есть двор. Есть или нет? Есть. Там? Дайте-ка взглянуть. Можно натянуть брезентовый тент во дворе. Да кто теперь так делает? А почему бы и нет? Погода хорошая. Места полно. Притащим деревянные столы и скамьи. Обернем их бумагой. Четырехсот лари хватит. Я могу достать скамейки. Откуда? Двести пятьдесят гостей по двадцать лари. Выходит пять тысяч. А поминки во дворе обойдутся вам всего в пятьсот. Но ваша картина довольно много путешествовала по миру. Есть ли разница в восприятии между разными странами, вот, зрителей? Как вам кажется? Знаете, вот, меня радует, что, в принципе, вот, конечно, какая-то разница есть, но в общих чертах они совпадали. Допустим, когда мы в Токио показывали, нам говорили, что это японская история. В Италии то же самое. То есть, в принципе, я думаю, что когда история, она работает, хотя я думаю, что в основе она должна быть, она должна иметь под собой какую-то почву, какую-то нейтральную историю трудно сделать. Все равно я должен отталкиваться от грузинской реальности, это то, что я знаю и чувствую. Но попытаться сделать ее так, чтобы история про людей, она была бы универсальной. В этом смысле, по-моему, получилось, потому что, более-менее, смеялись в одних и тех же местах во время картины, я это наблюдал, на разных был показах. В России был очень теплый, в Москве очень теплый прием, который очень радует. И вот такой вот, я чувствовал, что в зале болели за картину. Вот это было еще чувство такого. Может быть, потому что много друзей тоже было, потому что я провел несколько лет в Москве, когда я учился, и много друзей. И вот как эту поддержку я чувствовал другую. – А как вы оцениваете ситуацию в кино в Грузии сегодня? – Я думаю, что сейчас интересный период в грузинском кино. Вот после долгого простоя и затишья, во-первых, два фактора. То есть, первое, то, что государство, есть грузинский киноцентр, который, то есть он довольно успешно работает, и это очень такая четкая организация, в том смысле, что каждый год они финансируют и игровые картины, и документальные. То есть мы знаем, что есть организация, которая финансирует кино, и там можно подавать заявки и получать деньги. Проблема в том, что финансируем мало. То есть они финансируют 3-4 картины максимум в год. Это мало, потому что больше, больше историй, и это единственная проблема. Хотя, то есть появилось какой-то стабильный источник финансирования. Это одно, плюс мы, то есть, уже научились делать копродукции, допустим, появились какие-то европейские копродюсеры, которые заинтересовались в грузинском кино, и какие-то в этом первые шаги. Это первый фактор. А второй, просто пришло новое поколение, которые вот за эти 90-е и 2000-е получили образование в разных местах уже, если раньше это был ГИК в основном, или Твилиско-театральный институт. Сейчас, ну, разные люди. Кто-то в Берлине учился, кто-то иногда в Лондоне учился, кто-то, как я, в Москве, в Нью-Йорке. Что-то такое. То есть, и новое поколение, которые вот пришли с желанием делать историю, историю, которая бы показывала в основном современную грузинскую жизнь. А это интересно, потому что жизнь, она, когда вот такой переходной период, она всегда имеет очень много историй, которые интересно показываются на экране. Поэтому вот совпадение этих факторов, по-моему, делает такой, кинематографическую сцену современной Грузии, интересно. Я думаю, что такое интересное место для кино сейчас. Догласен, пожелаю вам успехов, быть может, расширение сотрудничества между нашими кинематографиями, которые стало меньше, но, тем не менее, мы поддерживаем связи. Вот, и успехов ваших картинам. Огромное спасибо. Огромное спасибо. У нас в гостях был режиссер Леван Гугвашвили. Мы говорили о его картине «Слепые свидания», о ситуации в кино в Грузии и о перспективах развития грузинского кино. Желаю вам приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин